Дорогие друзья, вы на канале Храма Святых Равнопосленных Константина и Елены. А территория, на которой мы сегодня снимаемся, это территория строительства будущего храма в честь порта Артурской иконы Божьей Матери. И вы все можете принять в этом посильное участие. Спасибо! Дорогие братья и сестры, каждое церковное действие, а внуцерк, соответственно, действие церковное, Начинается с чего? Солю-небесным, дешителю души истины, и железе свистя исполняет Сокровище, планишем, дешителю подателю, и дешителю сяны, И очистены от церкви, и сверны, и спаси благое души наши. Я не знаю, о чем сегодня Ирина Анатольевна будет нам рассказывать, просто видеть живого писателя это уже счастье, потому что Ирина Анатольевна у нас повязана книга Ирина Анатольевна. Наши аплодисменты. Относительно православной книги хочу сказать вот что. Вот что в нашем понимании такое православная художественная литература? Вот что? Какая она? Вот для меня, например, это любая книга, которая не опускает человека в грязь, а возвышает его и какие-то хорошие чувства вызывает. Но вот я тут вспоминала, какие книги своего детства, которые какой-то след в душе оставили. Знаете, вот их хороших много, но не все они могут быть православными. Вот мы, например, все, я уверена, абсолютно все, в детстве читали и любили вот такую писательницу Воронкову. Это девочка из города, старшая сестра. Вот я очень любила Воронкову. Старшую сестру, наверное, раз в 10 читала. Я вот стала вспоминать вот эту книгу и понимаю, что вот именно вот такую литературу, несмотря на всю ее, на ее высокий уровень литературного мастерства, несмотря на такой хороший посыл, вот ее к православной ну никак ты не отнесешь, потому что, например, вот девочки из города, я еще когда читала в детстве, у меня как-то очень зацветил вот эпизод, там есть такой, что у девочки в семье умерла мама, осталось трое детей. И в помощь себе папа пригласил свою мать из деревни. И вот эта верующая бабушка попросила внучку сходить в Пасху посвятить яички. Было очень большой скандал, в школе там эту девочку, в школе было собрание, в школе эту девочку ругали, там чуть спиомерку не исключили. Возмущенный папа, весь коммунист, в итоге просто выдвинулась дома вот эту бабушку, отправила ее обратно в деревню, чтобы духа ее тут не было. И вот я тогда еще тоже была в пионерской, ну не могу сказать, что там верующая, неверующая, как бы в нашей семье, достаточно семья была такая, как сказать, ну, да, да, атеистичная, но поскольку моя мама была внучка священника, то есть как бы всегда с уважением относились к вере, и никогда не было у нас никаких таких атеистических себе разговоров, ну, совершенно нет, хочешь верь, хочешь не верь, спокойно относились к этой, но тем не менее, вот тогда вот меня как-то это зацепило, ну, как же так, а что ж такого такого бабушка сделала, чтобы ее вот так вот из дома выгнать. То есть вот эта книга уже даже вот ребенку как-то не пошла. И вот ее, конечно, нельзя отнести к православной прозе никак, несмотря на то, что она действительно хорошая книга и учит хорошим в целом. Но тем не менее, и в советское время было очень много книг, которые как бы вообще глупо не касались, но учили только хорошие, он два капитана, например, правда? Вот их читать можно сколько угодно. Два капитана, открытая книга, прекрасные вещи, которые я тоже считаю, что вот их абсолютно можно читать любым православным, любым православным. Но вот с другой стороны, первое, у нас в стране, естественно, не было, когда после перестройки, когда вот уже люди пошли в центр, у нас не было как бы такого жанра, как православная литература, его не было вообще. Вот первой, наверное, в этом жанре стала писать Юлия Вознесенская, вот ее тоже наверняка многие читали, вот это она как бы была новопрокодицей, Юлия Вознесенская. И потом постепенно стал вот этот ручеек расти-расти автор, и просто превратился вот в девятый ватт, который захлестнул, захлестнул абсолютно все прилавки вот церковных лавок и магазинов и выставок. И он был настолько, настолько как бы неконтролируемый, что издательскому Совету Русской Православной Церкви пришлось ввести цензуру, потому что то, что на самом деле попадало на прилавок, это был ужас-ужас. И сейчас все книги, вся литература, которая имеет право продаваться в церковных лавках или поступательных лавок, она вся получает гриф издательского Совета. То есть любой автор, вот и я тоже, и все, ну это делает издательство, естественно. Издательство, книгу, которую хочет издать, отправляется в издательский Совет. Там ее читает цензор, цензор дает гриф издательского Совета разрешено или запрещено продажа в церковных лавках или к распространению. Разрешено или запрещено распространению. И сначала, конечно, вот авторы первое время были так как бы изумлены и не все довольны были, что я тоже в том числе, как за цензору мы написали, а нам там кто-то что-то запретит, и как это так можно. Но оказалось, что нет. Там на самом деле запрета как-то колонны нету. Там просто смотрят реально, действительно ли эта книга не несет в себе ничего деструктивного. Например, там нету какой-то мистики или там форнографии вот такой. И стали отслеживать, вот в последнее время стали все-таки отслеживать качество литературы. Потому что сначала писали все, кому не лень, и все писали как бы оно и от души, но это не литература для публикации. То есть это, ну, такие домашние заготовки, можно сказать, так, и все они должны приходить на бумаге и иметь право к существованию. И сейчас вот издательский совет еще, кроме того, немножко, очень немножко отслеживает, вот, чтобы книги были качественной литературой. Поэтому, когда вы покупаете, можно посмотреть, там есть гриф, разрешено к использованию издательским советом. То есть это значит, что в любом случае эта книга не принесет в гитаре, что книга качественная. Потому что там под маркой православной церкви было и сектанской литературы было много, и всякой и мистической. И там, вплоть до того, что вот мне рассказывала моя издательница, что к ним на выставке подошли и сказали, что у вас есть молитва с знаком Зодиака. Это вообще как? То есть там было все в одной куче. И знаки Зодиака, и молитвы, и все, что угодно лежало. Сейчас, конечно, такого нет. И поэтому вот нам, авторам, в этом плане немножечко вот не то чтобы трудно, но нужно вот приспособиться. Потому что, например, я вот как автор, я знаю, что мистику лучше не нужно писать. Хотя, ну, в принципе, она в нашей жизни-то бывает такие мистические, непонятные какие-то случаи необъяснимые. Она в нашей жизни есть. Ну, как бы раз нельзя, то значит не нужно и дразнить гусей, и как бы и писать об этом. И вот какие-то такие запреты, но они достаточно мягкие. И постепенно сейчас все-таки появляются авторы, интересные такие авторы. Но вот если я сама лично вот так переберу, перебирала в голове накануне, вот кого лично я считаю высоким уровнем литературы из православных авторов. Я очень немного смогла назвать фамилий для себя. Вот, конечно, ну, в первую очередь это «Отец Арсений», это книга на все века однозначно. Потом я могу назвать претерия Николая Акафонова, царства его небесного, не давно умер. Потом я могу назвать отца Ирослава Шипова, священника. Он, у него литературный студ закончен, он действительно очень хороший, сильный автор. Наш петербургский писатель Лярин, он тоже умер, наверное, лет пять назад, но у него очень сильные, хорошие рассказы. И вот, как бы, пожалуй, все. Козлов, да, Козлов хорошо пишет, но Козлов, у него проза очень интеллектуальная, то есть она, как бы, не для всех. Я, например, не тяжело его читать, хотя он пишет великолепно. Ну, это для подготовленного читателя, да. И поэтому, вот, как бы, круг небольшой. Иван Шмелев. А? Ну, Шмелев, это не конкуренция, это не современный автор. Это классик, да. Это даже не рассказал. И вот сейчас такое положение, что на самом деле авторов немного. И издательства очень ждут новых, очень ждут очень новых авторов. И поэтому, вот, кто рискнет написать или там послать, то будет совершенно с благословностью рассмотрено. Единственное, что очень много народа пишет рассказы. Просто вот рассказы, 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 их даже, честно говоря, издательство в большинстве своем и не рассматривают. Потому что такой вал рассказов просто невероятно перечитать и не очень их хорошо и покупают. Потому что я, например, сама рассказы не очень люблю, потому что только вот, как бы, сроднишься с героем, только начинаешь читать рассказ, бумся, закончился, и вроде как и жалко. А другой рассказ уже другой герой, это значит, без перерывов на мультфильмы не прочитаешь, это значит, надо как-то снова сделать, подготовиться. И поэтому рассказы, вот они, это другой жанр, это другой жанр, и я считаю, что требующий, ну, большего мастерства. И поэтому вот рассказы Лялина, вот я, например, вот перечитываю и вообще, вот, для меня критерий, как бы, литературного мастерства, это книга, которую ты будешь перечитывать, и которую ты один раз прочитаешь, и она тебе будет здорово, понравилась, пусть стоит на полке, когда-нибудь, пусть скажет, ну, вот книга, которую хотя бы раз-два года перечитывают, вот это я считаю, что уже действительно вот книга, которая легла на душу и которая твоя. Поэтому сейчас вот православная литература, она ждет, ждет новых авторов, и кто, кто вот из вас рискнет, то мой совет, пишите романы. Пишите, 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 пишите романы. Вы знаете, я бы когда первое начинала, меня попросили первое писать, вот у меня тоже была мысль, что ой, ну, как, роман, там, повесть, да это не то что, у меня ума не хватит, я никогда так не смогу. На самом деле, знаете, вот я рада сейчас, мне сразу издатели сказали, нет, ни в коем случае не пиши рассказы, ни в коем случае не. Я вот сейчас благодарна за тот совет, потому что уже вот по прошествии как бы времени, уже я немножко другими глазами смотрю на тексты, я понимаю, что если ты вот как бы сбил руку на рассказах, то роман написать уже трудно, потому что это просто другой жанр, уже вот не перестроиться, уже мысли не перестроить, ты будешь вот, рассказ уже как он, вот сюжет там летит в рассказе и все, вот как бы он только уже начался и раз он уже закончился, а в романе нужно этот сюжет растянуть. Если ты уже не умеешь вот это растягивать, тянуть, а вот будешь так, скажешь, не стись, как в рассказе, то сегодня родился, завтра женился, завтра развелся, там через три страницы уже как бы и умер, да, и поэтому это другой жанр. То есть нужно писать, нужно если хочешь издаться, то нужно писать сразу большую историю и не бояться, и не думать, что домой, я уже вот старенькая, там у меня ничего не получится, я уже на пенсии, ничего подобного. Вот все авторы, которые сразу стали начать писать и печататься вот из моего окружения, они все стали писать уже с белого возраста. Вот чтобы молоденький напечатался сразу и вот так вот выстрелил, это очень редко, это очень редко, потому что все-таки вот нужно другой образ мысли, даже вот не багаж, я бы сказала, потому что, конечно, молодежи, багаж может быть богаче нашего, они умеют, как бы способны, но вот нужен просто другой, более плавный образ мысли, чтобы вот как бы вот легло это на бумагу, поэтому вот я вам, мой совет всем, пишите, не стесняйтесь, не бойтесь, не бойтесь пробовать, пишите план, рассказ, и все нормально пойдет. Так что вот это вот хотела бы я сказать сначала, а теперь вот давайте, задавайте вопросы, буду очень рада ответить. Как он выбирает себя в июле? Даже не слышала, даже не слышала, но знаете, это невозможно перечитать все, а потом, знаете, вот я читаю, честно говоря, немного православных авторов, потому что я почти все время пишу, а когда вот все время пишешь, то уже другое невозможно, потому что кто читал мои книги, тот знает, что они все очень историкоемкие, то есть там у меня очень много исторического материала, который я беру из мемуаров, из как бы из разных источников, и если я еще буду читать художественную литературу, то у меня будет просто каша в голове, потому что некоторые могут там две вещи писать или читать, там отвлекаться, вот я нет, я вот думаю долго, и у меня как бы вот это не получается, поэтому не знаю, я даже не слышала этого автора, но как вы выбираете герои, которые… Сюжеты, да. Вы знаете, сюжеты, это никто не знает, и сам автор тоже, потому что вот как бы говорят, вот те, кто это вот знаю, в издательстве, вот знаешь, вот хорошо бы написать вот про это, начинаешь думать, вот надо про это, надо про это, ходишь думаешь, вот иной раз я даже план напишу себе, потом вдруг сажусь за компьютер, и все, и начинаю писать совсем другое, и вообще не знаю откуда, и откуда и пришло-то это даже в голову, то есть я вот со всеми авторами разговариваю, с друзьями с моими писателями, с писателями, они все говорят, вот вы знаете, непонятно откуда, вот хотя по плану из тебя заказали, то мысль-то в этом направлении, она все равно двигается, и то есть вот там книгу в эту включается, вот эта, вот эта часть, но единственная книга, которую как бы я написала, ну не то чтобы под заказ, а вот так по просьбе, это вот мера вытия про блокаду, меня очень просили в издательстве, напиши про войну, напиши про блокаду, я говорю, нет, я с такой темой не справлюсь, это очень большая тема, это очень сложная тема, нет, ты не справиться, мне слово, ну пожалуйста, ну кому как не тебе, вот, ты вот ленинградка-петербурженка, напиши про блокаду, я снова, нет, ну не могу, я там, непонятно, там столько много нужно знать, нет, я не справлюсь, а потом все-таки думаю, нет, ну это наверное написать, и как-то вот постепенно, постепенно у меня в голове выкристаллизовалось, выкристаллизовалось, что нужно писать, что наиболее как бы люди, которые самый большой, очень-очень большую нож унесли во время войны, и про которых не очень часто вспоминают, это вот девушки МПВО и шоферы на дороге жизни, то есть мы знаем, что они были, как бы, ну вот про девушек МПВО даже вообще многие не знают вообще, кто это такие, и вот постепенно я поняла, что вот мне нужно про них рассказать, и я вот стала тоже очень много читать мемуаров, воспоминаний, очень много исторического материала, и вот постепенно вот у меня появилась вот эта мера, вот это практически единственная книжка, которую как бы вот, ну под заказ, не под заказ, ну вот по просьбе, скажем так, а остальные, знаете, вот не знаю, откуда они, вот не знаю, откуда берутся сюжеты и откуда берутся герои, но с героями вообще трудно, потому что обычно появляются только центральные герои, а все остальные, они нарастают так вот по мере написания, потому что никогда вот не знаешь ни конец, ни начало, и очень всегда, как бы вот у меня есть знакомые, три архимандита с Украины, вот они приезжают, каждый год вместе мы встречаемся, и они говорят именно о том, вот как, вот как вы не забываете, что вы пишете, вот как у вас начало и конец книжки, и все герои, все понятно, как бы, все логически завершено, вот как вы все это в памяти удерживаете, а вы знаете, не знаю, как я это удерживаю в памяти, честно говоря, я периодически эту книгу запишу, я ее периодически перечитываю, потому что забывается, что у меня может быть вначале герой вас, а потом он Петя, а потом он Петя, и там вот тут он стриженный, а тут он с волосами до плеч, то есть вот это вот, вот эти все мелочи, хоть выписываю себе, вот пишу там, что-то, например, Оля беленькая, там, блондинка с голубыми глазами, там, все равно, вот это все равно, это забывается, и периодически приходится перечитывать, и когда вот читаешь уже книгу в последний раз перед отправкой в издательство, то там столько всего находишь, а я читаю много, вот перед тем, как отправить книгу в издательство, там ее раз десять перечитаешь, то уже потом видеть не можешь в итоге. Скажите, а у вас склад, вообще, романтик вы, вы по натуре, и какое у вас образование, чтобы так легко справиться с этими задачами? Знаете, у меня образование педагогическое, я педагог-дошкольник, я работаю в детском саду в сервере. Ну, тем не менее, мне все это, да, ну, про мнение. Ну, да, любой математик, ему сложно, наверное, писать, романтик, такие романы. Вы знаете, вот сколько я знаю, сколько я знаю таких, ну, писали писатели, да, и те люди, которые не публикуются, но хорошо пишут вот на форуме таком, на писательском форуме, на интернете, знаете, очень хорошо пишут медики. Медики пишут прекрасно, лучше всех, лучше всех, наверное, да. Педагоги тоже неплохо, и вы знаете, не могу сказать, что хуже всех, но как бы тяжело пишут вот люди с литературным образованием. Мне кажется, что, знаете, вот им очень трудно, вот им очень трудно перешагнуть эти рамки, потому что их научили как правильно, как надо, и у них вот это видимо в голове сидит, вот это. А да, ну нет, я бы не сказала, что шаблоны, но они как бы понимают, что ты можешь тебе позволить там какие-то вольности, перескочить там туда-сюда по сюжету или там отобзаться, а там когда-то, они вот знают как вот нужно, и вот это видимо им тяжело вот это, то есть литературное образование, вот тут я не всегда в помощь, не всегда в помощь. А насчет того, что я романтик, вы знаете, нет, я не романтик, я до такой степени не романтик, что у меня такой материальный ум, что я, например, вообще не могу читать фантастику, вот я ее просто не понимаю, не воспринимаю, вот совершенно, вот у меня блок в мозгу стоит, я на десятой странице уже не понимаю, что там написано. То есть не романтик нисколько, а вот относительно того, чтобы стать писателем, знаете, я судила в свое время достаточно много литературных конкурсов, ну таких доморощенных на сайте написательском. И там вот есть такая особенность, что если задана тема, ну, ну, например, «Ночь в Венеции», то 99%, 98%, скажем так, процентов конкурсантов, это будет романтик, это будет карнавал, и даже, в принципе, имена у героев будут приблизительно одинаковыми. И вот только 2% напишет что-то вот неожиданное, и вот эти 2% вот они и смогут стать, у них и есть потенциал стать писателем. Потому что на самом деле вот люди очень стереотипно, мы все, я тоже, мы все очень стереотипно мыслили. То есть на любую какую-то фразу у нас в голове уже выстраивается определенный ряд. И вот если этот ряд попадает в фунгу, в принципе, просто неинтересно читать, потому что это, ну, это все уже известно, нужно какой-то придумать другой ход, неожиданный. И вот этот ход не все могут придумать. Видимо, вот, вот, видимо, у меня получается пока, ну, не знаю, надолго, потому что, конечно, с годами-то 4-х человек все больше и больше. Ну, про старушек будем писать? А? Про старушек можно писать. Знаете, про старушек можно писать, вот я мог бы к нему вот думать, что надо про старушек написать, потому что на самом деле про старушек интересно. А лучше начать с детства и закончить старушек. Типа Гарри Поттера, только еще старше. Ой, Гарри Поттера. Не могу сказать, не читала Гарри Поттера. Что-то такое бы интересное. Не читала Гарри Поттера. Нет, ну вот со старушками наоборот нужно. Начать с старости, что она вся благополучная старушка, а потом переехать к непростому детству. Кстати, если... Ну, конечно, зачем? Кстати, вот на эту тему есть очень... Не помню автора. Называется «Девушка под сенью Алибы». Очень неплохая вещь. Ну, так называется «Девушка под сенью Алибы». Там вот начинается с того, что старая женщина едет в Грецию на места своей молодости, и там она участвовала в сопротивлении, и очень-очень-очень хорошая, очень достойная книга. Так что ищите, получите удовольствие, и старушку поймите. Да нам вот хочется плачь. Можно вопрос? Да, конечно. А какое у вас было детство или книги, которые вы в детстве или вам читали? Оно же тоже как-то на вас не видно? Ну, вы знаете, детство на любого человека влияет, потому что есть такое вот в педагогике, в психологии, есть такое как бы положение, что то, что, ну вот, отрок ребенок становится отроком в семь лет. И это не просто так, потому что есть такое вот как бы понятие, что то, что человеку вложено в голову до семи лет, даже если это он потом замудит, то в течение жизни это все равно будет восприниматься как свое. Поэтому вот, кстати, вот эти куклы, вот эти страшные куклы-братс, вот эти игрушки, страшные деструктивные, вот они на самом деле несут разрушение, потому что эта девочка, конечно, там, то есть, имели отыграет вот в этого монстра, в какого-нибудь куклу, в такую сомнительное поведение, скажем так, с лесу. И для нее это становится нормой. И когда она вырастает, то этот образ для нее будет нормой. И вот поэтому, конечно, то, что ребенку до семи лет, вот это дошкольное воспитание, это очень много значит. А у меня семья как? У меня семья была, ну, у меня мама учитель русского языка, папа у меня в один. Но по гарнизонам мы особо так не мотались, потому что у меня папа был специалистом радиоэлектронного противодействия. И он, я родилась в... Где я родилась? В Шкарской области. В Шкарской области. В Шкарской области. В деревне Колоколова я там родилась, и потом мы сразу, мы откуда уехали, папа там служил, была воинская часть. А потом мы почти сразу немножко пожили в Гатчине, один год я там в школу ходила, в военной части тоже. А потом... После... А, а потом папа уехал, закончил Киевское радиотехническое училище. И тогда это было единственное училище, которое готовило специалистов радиоэлектронщиков. И он был специалистом по радиоэлектронному противодействию и радиоразведке. И поэтому, когда бахнул Карибский кризис, мы дружным строем поехали на Кубу. Здесь мы поехали на Кубу, вот там вот эта база, вот эта база в Рузласти. Папа там работал, а мы вот жили в военном городке на Кубе. А потом, как только мы приехали из Кубы, уже мы приехали в Ленинград, и у меня папа пошел преподавать в Гольща радиоэлектронное противодействие на военном городе. Очень приятного. Так что вот у меня такая семья, можно сказать, учительская семья. Но у меня, когда родители были на Кубе, там не было средней школы. Меня отправили в бабушке. И я вот жила с бабушкой, с моей дочкой священников. Вот с этой темы. Но бабушка у меня как бы никакой веры мне не навязывала, ничего. Но очень много. Но она работала в библиотеке и очень много приносила книг. И книги я, конечно, перечитала, несметное количество книг я перечитала, и читала книги, которых практически было вообще не достать. Потому что из библиотеки она приносила очень много книг. И я очень много читала. Многое поколение, оно, наверное, все много читало. И все. Потом вот и школа, училище, работа и, собственно, и все. Но у вас, извините, база. Ну база не отнимешь, база не отнимешь никогда. База – это база. И потом мама русский язык. Мама, 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 библиотека. Нет, знаете, бабушка у меня была не библиотека. Нет, она не библиотека была, а она пошла работать в библиотеку уже, когда пошла на пенсии, просто на добровольных началах, добровольных помощницах. А бабушка у меня была учительница музыки. Поэтому, да, про бабушку у меня смольные сетки учатки. Поэтому вот в моих книгах вот я учителей музыки никогда не обхожу. Это для меня тоже, вот это для меня родное. Хотя, честно говоря, бабушка меня не смогла бить. Не смогла меня как бы научить играть на пианино. Училище, конечно, я там ноты и ноты еще помню, но сыграть сама не сыграю. И у меня слух плохой, у меня всегда преподаватель у нас был очень хороший по пению училища. И он всегда так говорил, так вот, все девочки поют, а ты, Александра, помолчи. Мне так же. Поэтому как бы не пою, не танцую. Можно вопрос? Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Очень приятно и неожиданно для меня. Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какая у вас ваша самая любимая книга «Свидеваки»? И второй вопрос. Дети в ваших произведениях — это собирательный образ из ваших воспитанников? Либо вы действительно таких детей встречались среди воспитанников, собратных и так далее? Вы знаете, дети, наверное, собирательный образ, потому что у меня как бы все-таки малыши больше. Ну вот, например, книгу «Веселых чудесах и маленькой хозяйки», там это точно мои дети, детсказадовские, я для них писала, и они там под своими фамилиями фигурируют. Потому что я очень любила свою работу, это хорошо с детьми, с родителями, до сих пор мы в прекрасных отношениях. А дети — нет. Но вот я уже тоже себя ловлю на мысли, что у меня вот всегда в книгах всегда есть какой-то приемный ребенок. Но это тоже, я понимаю, отсюда это иду, потому что вот у моей бабушки Нины, которая меня воспитывала, у нее был приемный ребенок. Хотя вот она сама вышла из блокады с очень большими потерями, то есть вся семья погибла, вот она осталась со двумя детьми, вот с моей мамой и с дядей. Жили очень бедно, потому что, очень бедно, потому что, ну, учительница музыки, как бы время послевоезная. И, несмотря на это, она преподавала в школе для особо одаренных детей, сирот. И эта школа, она была на улице Зочи в Росте. И вот там она одного мальчика как бы себе взяла себе в свой дом и воспитывала этого мальчика. И, ну, усыновлять специально нет, но она его выучила, он закончил консерваторию, уехал в дольки, да, и там как бы перестало свои отношения поддерживать. С ней тоже так случилось, ну, видимо, так бывает. Поэтому, как бы, вот тема приемных детей, вот у меня, она возникает, вот помимо меня, вот всегда в этих книгах, в моих книгах практически всегда есть какой-то приемный ребенок. Вот надо, конечно, уже как-то пересмотреть вот этот, как-то вот сюжет, сюжет по-другому сделать. Ну, в момент откуда-то берутся, и все тут. А назовите, пожалуйста, несколько ваших любимых неправославных писателей. Ой, неправославных писателей. Знаете, любимый писатель. Я люблю книгу правонимых. У меня любимый писатель, пожалуйста, неизборный. Я его периодически пересчитываю. Вот, например, его последние завты, вот, у Юрия Бондарева, мы все читаем, вот фильмы, фильмы смотрим по Юрию Бондареву, да, там «Горячий снег», вот эти. Но последние завты, вот, на мой взгляд, это шедевр. Вот это Юрий Бондарев, мы с удовольствием перечитываю. Я перечитываю «Салтийское небо», «Чуковское». Очень часто перечитываю, тоже очень люблю. И в основном, это у меня, да, в основном я читаю. А, Джанель я перечитываю периодически для души время, время от времени. Потом вот есть еще, кстати, люблю, такой писатель неправославный, есть такой писатель Ван Гулик. И у него есть цикл депутатов про судью Ди, про древнюю, про древнюю, про древнюю, про древнюю Китай. Она очень посредная, очень интересно там описан, вот этот китайский быт, этот судья Ди. И я вот тоже периодически, особенно когда болею, перечитываю про судью Ди. Почему-то так что нет. В основном болеетное, в основном болеетное. Ах, ладно, сейчас все, когда-то скрубляет. Да нет, у вас, дорогая Ирина Анатольевна, можно слышать бесконечно. Надо беречь ваши голосовые связки, ваши силы, потому что вы нам должны не только как человек, но и как писатель. А вообще слушать писателя, это очень интересно, потому что писатель – это творец. Вот не было мира, не было книги. Появился человек, этот мир создан, и этот мир к нам имеет, на самом деле, отношение, да, потому что литература воспитывает человека, литература, как и подлинное искусство, несет плохую весть. Я думаю, все хорошие писатели православные, даже если они подпитаются в сами. Согласен. Потому что зачем нужна книга, если она не говорит о Боге, да, пусть и прямо, пусть и последовательно. И, конечно, слушать писателя замечательно, потому что можешь немножко приобщиться вот к этой тайне, да, что вот не было ничего, вдруг книжка. И книжку не просто напечатали фотографии, красиво обложку сделали, проверка все исправил, поправил. А книга – это мир другого человека. И даже не сколько мир другого человека, а мир божественный, мир других людей, с которым писатель соприкасается. Поэтому каждый раз, когда видим живого писателя, видим некое чудо. Правда? Дорогая Анатольевна, творчество, силы. И мы не прощаемся, потому что, во-первых, мы считаем вас и вашего супруга нашими прихожанами. И мы не прощаемся, потому что вас, как писателя, конечно, мы будем очень счастливы, рады видеть. Друзья, наши аплодисменты, Ирина Анатольевна. И самое замечательное то, что вас люди знают, вас люди любят, а потом они еще видели, что, оказывается, живой человек, что это не просто. С компьютера проект такой-то замечательный. Наши Ирина Анатольевны. Аплодисменты. Друзья, у нас скоро молебед, но Ирина Анатольевна добрый человек, она наверняка разрешит вам с ней фотографироваться. Я еще книги подпишу. Ирина Анатольевна.